Поводь будущего короля Неаполя Тернист. Родился он под Тулузой, в местечке Лобастит-Фортюнер, ныне Лобастит-Мюрат, в многодетной семье трактирщика Пьера Мюрата Жордим. На момент рождения Иохима его матери было 45 лет. Поразительный возраст для рождения ребенка, особенно в то время. Так как династия трактирщиков-мюратов не имела достаточно средств для обучения своих детей, отец Иохима обратился к роду Толейранов за покровительством. Доподлинно неизвестно, идет ли речь о династии будущего министра иностранных дел Французской империи, Шарля Морисия де Толейране и Перегоре, так как их владения располагались как раз таки севернее Тулузы. Но если действительно род того самого Толейрана помог с образованием Мюрату, это было бы поразительно историческое совпадение. Буржуи не оставили в беде Пьера и определили младшего в коллегию Ордена Святого Михаила, где перед Иохимом стояла задача изучать богословие. Важно понимать, что для молодого человека из низов движение в клирикальном направлении открывало большие перспективы. Это представлялось чем-то вроде не то что социальной лестницы, а скорее социального трамплина. Став священнослужителем, молодой человек получал стабильную работу, признание в обществе и в перспективе за хорошую службу он мог бы получить собственный приход с постоянным источником пассивного дохода в виде пожертвований прихожан. Прослушав курсы, богословский Мюрат отправился в архиепископскую семинарию Святого Лазаря, где показывает себя прилежным учеником. Новые горизонты молодого Иохима рушатся к 20 годам, так как он, видимо, не просчитав вовремя главный бестселлер Виктора Маригюго, влюбляется в местную девушку и начинает с ней сожительствовать. Естественно, все тайное становится явным, и Мюрата изгоняют из семинарии с позором, дав понять, что в следующий раз он сможет оказаться в местных церквях только на отпевании. Господа, хочу вам посоветовать посмотреть видео про республику Сан-Марко, вышедшее на канале Лев Сан-Марко и Атилла. Это увлекательная история о том, как Венеция пыталась освободиться от гегемонии австрийцев. Начиная от взятия венецианского арсенала и провозглашения республики, заканчивая бомбардировкой Венеции с применением воздушных шаров. Кстати, это было первое их применение непосредственно в бою. К слову, неаполитанские солдаты всячески пытались помочь своему северному соседу, правда, Мюрат в этом уже не участвовал. Переходите, и приятного просмотра. Ссылка будет в описании. Пишите, что вы от Венецевского. Потеряв одну надежду, молодой человек хватается сразу за другую, поверив, что французская армия сможет дать ему стабильный заработок, признание и новых товарищей. В феврале 1787 года Иохим Фьерович записывается в конно-егерский полк, который, словно бродячие цирковые артисты, гастролирует по всей Франции. Но тут что-то пошло не так. Товарищи Тамират нашел, но только не в командовании полка. И через два года его увольняют за нарушение субординации. С 1789 по 91 года Иохим помогает отцу в трактире, периодически жалуясь на жизнь. Как-то раз, поддася пиво очередным захмелевшим солдатикам, он услышал, что грядет некая Великая Французская революция. И, пораскинув мозгами, Иохим Фьерович разглядел большие возможности, что она несет. В особенности для таких ребят, как он, любящих махать шашки в разные стороны. Он покидает отца и вновь записывается в солдаты, впоследствии не жалея об этом. Через госслужбы Иохим Фьерович становится суп-лейтенантом, а в 93-м году получает звание капитана. Будучи из бедной семьи, Мюрат всеми руками поддерживает революцию. Но его пыл и радикализм пугает умеренно настроенных сослуживцев. Поэтому в 94-м году его отстраняют от командования кавалерийским эскадроном. В этом же году он знакомится в Париже с неким Наполеоном Карловичем. А тот, уже тогда имевший большие политические амбиции, был несказанно рад появлению Иохима. Так как он зарекомендовал себя к тому времени как ревностный исполнитель приказов командования во что бы то ни стало. Причем, чем сложнее задачи, тем с большим желанием Мюрат брался за нее. Бонапарту нужны были такие люди, в особенности радикально настроенные. То есть подходит он 100%. Свою эффективность Мюрат доказал при подавлении рейлистского восстания в Париже. Карлович тогда был назначен расправляться с выступлениями монархистов. Он частенько любил приговаривать, что артиллерия – бог войны. Поэтому решил продемонстрировать рейлистам данный факт. Пьерычу выпало задание доставить 40 пушек из пригорода Парижа в его центр. Да так, чтобы восставшие этого не заметили. Погрузив пушки на телеге, Пьерыч накрыл их одеялами, а сверху поклал соломы. Затем направил караван к центру города. Кричав весь голос, что идет сжечь дворец чертовой директории, чтобы отомстить за убиенного короля. Рейлисты, восхищаясь геройству и решительности караванщика, без проблем пропустили его к центру города, где Наполеон уже потирал руки в ожидании пушек. 4 октября 1995 года рейлисты поняли, что дворец никто поджигать не будет, а пушечные залпы им доходчиво дали понять, что такое картечь. После событий парижских Наполеон и Иохим стали еще ближе. Будущий император брал с собой его во все свои компании. В Италии сын трактирщика становится бригадным генералом, а в египетском походе получает чин дивизионного генерала. Возвернувшись из Египта, Бонапарт при непосредственном участии Мюрата захватывает власть в Париже и становится первым консулом. Во время переворота Иохим командовал взводом гренадеров, которым дал легендарный приказ «А вы швырните ко мне всю эту публику в ООН!» И солдаты, повинуясь приказу, вышвырнули депутата. Чтобы укрепить союз с Мюратом, Бонапарт сватает ему свою 18-летнюю сестру. Свадьбу сыграли 20 января 1804 года, а через пять месяцев Иохим произведен в титул маршала Франции. Через годе он получает в командование соединение резервной кавалерии Наполеона. С этого момента престиж Мюрата начинает расти в геометрической прогрессии, а все благодаря войнам с антифранцузской коалицией. Маршал участвует практически во всех сражениях вместе со своим императором, и он носит значительный вклад в победу над противником. Храбрость маршала зачастую предопределяла исход сражений. Атаки кавалерии под его непосредственным командованием были похожи на удары мастера Рапиры. Быстры и точны. 15 марта 1806 года Наполеон наградил Мюрата титулом Великого Герцога Германского Княжества Берг и Клеви. Оно же позже просто Великое Герцогство Берг около Нидерландов. В 1808 году Пьерычу выпадает возможность проявить себя как самостоятельного командующего войсками. Карлыч ставит его во главе 80-тысячной армии. Задумка, которая поначалу казалась очень перспективной и легко осуществимой, превращается в кромешный ад для французских войск из-за вспыхнувшего антифранцузского восстания. Вообще, если смотреть на эпоху наполеоновских войн в целом, можно заключить, что Испания стала для императора маленькой победоносной войной в отрезательном смысле этого термина. Мюрат, находившийся в Испании, реагирует очень жестко на восстание, заливая улицы Мадрида кровью. Вполне возможно, что Иохим планировал стать протектором, вице-королем, правителем, выберите нужное Испании. Оттуда и его усердие в подавлении протестов. Не учел полководец только один факт. Жестоко расправляясь с радикалами, он только множит их число. И ряды повстанцев росли. Наблюдая за топорным подходом Мюрата, Бонапарт прекрасно понимает, что из этого вряд ли получится что-то хорошее. Только вот как сказать преданному военачальнику, что он творит херню? Да и как его лишить надежды на собственное королевство? Ну не по-человечески же как-то. Ответ был найден быстро. Не нужно никого лишать короны. Необходимо просто провести одну хитрую рокировку. Брат Наполеона, Жозеф, 9 мая, отрекается от короны Неаполя, чтобы сесть на испанский трон. А Иохим становится неаполитанским королем. С этого момента сын трактирщика, поднявшийся так высоко, стал именовать себя Иохим Наполеон Мюрат. Крановавшись в августе 1808 года, первым делом он дает амнистию политзаключенным. В целом испанские уроки не прошли даром. Король реже пользовался кнутом и все чаще прибегал к сладкому прянику. Вот герб дома Мюрата. Предлагаю рассмотреть его чуть получше. Кавалерийские заслуги даровали ему корону. Лошадь на скипетре. Во главе орел французской империи. Также мы видим сицилийский символ, что говорит о его претензиях на Сицилию, собственно. Таким образом, в 41 году Иохим Пьерович Мюрат становится королем Неаполя, проделав путь от отцовского трактира через закоулки французской революции, бесчисленной военной кампании и политические интриги, до величественного монарха в составе французской империи Наполеона. Он будет неаполитанским королем еще 7 лет. Два раза сменит покровителей и своими необдуманными действиями потеряет все, что когда-либо приобретет. Но это уже совсем другая история. Когда-нибудь потом расскажу. А пока что ж, не забывайте про мой Бусти. Там вы можете меня поддержать. Выграя телеграмм, ссылки в описании. Предлагайте свои идеи. Огромной вам удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok